Разработка программ «Виртуальная реальность» и робототехника. Теперь в этих стенах царит атмосфера научно-технического творчества. АТ-Куб открыл перед школьниками новые и очень нужные возможности в современном мире. Ребятам предстоит научиться разработке приложений для телефонов, графическому дизайну и изучить объёмную сферу программирования. На первый взгляд, всё это кажется очень сложным, но интерес ребят этот только подогревает. Я интересуюсь всем, всяким программированием, создаванием игр. И мне кажется, это очень увлекательно. Меня привлекает вся эта техника, компьютеры. Я в детстве в них разбираюсь, в принципе, и поэтому хотел, можно сказать, научиться чему-то новому всё-таки. А планету же связывается в отличие с выбором профессии в дальнейшем? То есть программистом станешь или что? Ну, скорее всего, как раз таки вот хотел бы. У меня был ноутбук, я плохо в нём разбиралась. Я подумала, что если я пойду в Атикуб, меня научат всему этому, как им пользоваться. Скорее всего, так. И мне очень-все нравится техника. Я, мне кажется, буду ходить сюда и обучаться новым системам. Поздравить ребят с открытием инновационной площадки прибыла и министр образования Дагестана. По её словам, это уже второй центр в республике. А к 2023 году Атикубы появятся ещё в трёх городах региона. Стоит отметить и то, что обучение в центре бесплатно. За год оно охватит 400 детей от 12 до 18 лет. Прежде чем занять своё место в Атикубе, ученики прошли отборочный этап. Есть у нас партнёры, которые предъявляют особые требования к набору групп. Это Яндекс.Лицей и АйТи-школа Самсунг. Отбор и подготовку пришлось пройти и учителям. Онлайн-обучение в течение месяца они проходили у московских специалистов. Пройдя образовательный курс, молодые педагоги, коих здесь преимущественное количество, лично убедились в том, что программирование – это необходимый навык будущего. Для развития логического мышления, если честно, мы должны развивать и взращивать инженерное поколение. И техническое параллельно. В основном, мы как раз когда работаем с робототехникой, они развивают своё пространственное мышление. Такие АйТи-кубы запускаются по всей стране в рамках нацпроекта «Образование». Название АйТи-куб не случайно. Как геометрическая фигура имеет шесть сторон, так и инновационный центр имеет шесть основных направлений, осваивать которые ребята Каспийской гимназии номер 11 могут уже сегодня. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ.